Людмила Прокофьевна Калугина. Новосельцев, захватите свой отсчет. У вас здесь просто обалдельнейшую сумку. Посмотрите на эту красоту. Ну, как всегда, то, что нравится мне, естественно, на меня, просто огромное. 600 гривен, они тоже из распродажи, это полиуретан, но достаточно интересно сделан нос. Всем приветушки! Значит, сегодня у меня было утро, как из фильма, и как из американских комедий. Тимон орал, значит, новая фишка, он начинает рычать, когда видит, что мама начинает краситься, и он понимает, что сейчас придет няня, значит, мама уходит. Значит, он рычал, падал на пол, тянул меня чуть ли не уже за ноги, А потом я, значит, такая собранная, уже накрашенная, подхожу к ванной комнате, включаю краник, и весь этот душ льется мне в лицо, на одежду, на все-все-все. В общем, сегодня из квартиры я вылетела в непоглаженном свитере, джинсах, и черт знает с чем на ногах, потому что в тот момент няня его прятала, чтобы он не увидел, чтобы мама ушла. Так что вот такое было у меня сегодня доброе утро, но это не помеха снять для вас новый ролик, ведь скидки продолжаются, поэтому мы будем искать классные штучки на сейлах. Если вам такое интересно, пойдем со мной. Я уже в бешке, не могу сказать, что меня тут как-то очень сильно что-то впечатлило, но тем не менее два образа удалось подобрать. И вы уже знаете, что очень люблю клетку, и здесь я нашла очень симпатичное платье, оно у меня в размере S. Я специально брала не XS для того, что платье не сильно меня обтягивало, потому что я не очень люблю чувствовать вот этот такой, знаете, какой-то дискомфорт, как будто бы ты в тисках. И мне очень нравится, как оно сидит, очень хорошо подчеркивает фигуру. Я, конечно, в кроссовках, не обращайте внимания на мой обувь, да, то есть если представить, что здесь какие-то классные казачки, возможно, даже грубые такие розовые какие-то ботинки или белые, или сапоги. Вообще у таких вот платьев с вот такими вот расцветками очень длинный век, очень большой век. Почему? Потому что его можно носить с гольфом, когда вам холодно, можно носить с косухой, с какой-то джинсухой. И кроме того, что у этого платья очень классная цена, 499 гривен, еще и очень классная длина. Я хочу повторить, что мой рост 1,64 метра, и на мне это платье не выглядит очень-очень коротким, того, чего я не люблю, как вы уже знаете. И смотрите, когда вы едете в отпуск, у такого наряда тоже 2 функциональных выхода. Погулять по городу с какими-то кедами и с какой-то косухой, и если вам требуется вечерний выход, вы одеваете лодочки, вы одеваете босоножки на тонких ремешках, берете какую-то оригинальную малюсенькую сумочку, я бы взяла сюда, знаете, какую-то такую сумку-треугольник, и все. И, как говорится, фоток в Instagram навалом. Мне очень понравилось это платье, наверное, я заберу его с собой. Блин, я не знаю, слово сейл вообще цифра просто жжет глаза. Я не знаю, чем я руководствовалась, когда я выбирала вот этот вот комплект. Значит, мне казалось, что эта юбка настолько романтичная, у нее тут такие красивые пуговки, но она ужасно сидит, и у меня замок вшит очень некрасиво, то есть он торчит, делает вашу фигуру вообще какой-то ужасной, разрез тоже на какой-то непонятной высоте, и зеленая водолазка. Вот нахрена тебе зеленая водолазка? Боже мой, девочки, такое не берем вообще никогда. Все, а я пошла дальше. Это ужас. Я уже успела забежать в магазин Сенсей, и взяла Тимошеньке вот такие вот классные штанишки. Они на флисике, и здесь затягиваются то, что я очень люблю. Это очень удобно. И обошлись они мне аж в 129 гривен. Если вы ищете для деток такие штанишечки на утеплителе, которых, знаете, не жаль в любую погоду, то вот забегайте в Сенсей, там очень много таких вариантов. Я, наверное, пойду прикуплю еще ему таких пару брючек, потому что они нам нужны всегда. Я не знаю, почему я взяла только одни. Так, я уже в Страдивариусе, затмение ума прошло. Нашла такие крутейшие этапы, 699 гривен. И мне очень нравится, что они на низком, весной мне будет удобно. И здесь очень такая интересная тканевая деталь. И вот когда я их увидела, в моей голове сразу же все сложится. И на мой взгляд, абсолютно созданы друг для друга. Они идеально подходят по цветам. И юбка на сейле сейчас стоит 499 гривен в размере XS. Рубаха небесно-голубого цвета с бантом. Она не на сейле, она стоит 799 гривен. И она такого же кроя, как цветастая моя рубашка, которую я показывала в прошлой примерке. И очень красивый свитер. Он тоже не на скидках, к сожалению. Цена 999 гривен. Но я очень хочу примерить это все вместе. Ведь скоро нас ждет весна. А значит новые весенние наряды. Вот это уже мое. А то я прям не могу себе простить эту зеленую ужасную водолазку. Господи, прости меня. Очень нравится, как это все сочетается между собой. И у юбки шов по центру. Это тоже имеет своего рода такую изюминку. Вы, наверное, спросите меня, зачем мне столько вещей в клетку. Ну вот люблю я их. Поэтому, да. Наверное, этой весной я буду просто в клетку вся. Потому что я почему-то на скидках приобретаю только эту расцветку. Но она реально всегда актуальна. Посмотрите, как все красиво сочетается. Удобно, комфортно. Юбка хорошей длины. Сейчас померяем вместе со свитерком. Жену для Новосельцева. Заказывали? Это сегодня я. Это шутка, конечно. Мне очень нравится этот наряд. Такой себе получился комплект, как у бабушки. Вы же обязательно мне это напишите. Правда, что я одеваюсь, как старая бабушка? Ну да, я одеваюсь, как старая бабушка. И горжусь этим. Мне очень нравится такой стиль. Каких-то, наверное, 70-х даже. И очень-очень удобные эти тапки. Просто капец какие удобные. Но дело в том, что они на меня немного большие. Свитер сел так удачно только потому, что он подобного кроя с рубахой. Естественно, никакой другой свитер сюда бы не подошел. И вот в таком вот варианте весной, мне кажется, очень. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой наряд. Я понимаю, что такое любят не все, но это типичный мой наряд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, я уже в Мохито. И вы не поверите, но я нашла здесь еще один обалденнейший пиджак. Это такой утепленный пиджак из шерсти. Цена сейчас 500 с чем-то гривен. Он на скидках. И у него очень красивый цвет. Безумной красоты выполнены пуговицы. То есть все обтянуто такой же тканью, как и сам пиджак. Я такие детали очень-очень люблю. И, девчонки, я нашла здесь просто обалденнейшую сумку. Посмотрите на эту красоту. Сумочка выполнена под питончика. Очень красивая у нее застежка. Напоминает янтарь. Такая, как янтарьная застежечка. Золотая фурнитура я, конечно, люблю не очень. Но широкий ремень спасает всю эту ситуацию. Девочки, а самое главное, цена этой сумки... Внимание, 399 гривен. Ну, и как не взять? Я вам говорила в прошлый раз, что в Мохито очень большое количество сумочек красивых. Но я, честно говоря, эту не видела. И вообще, когда я начала снимать ролики на YouTube, я поняла, что на самом деле бюджетных крутых сумок очень-очень много. И начала носить большое количество бюджетных сумок. То есть я их действительно начала покупать. Я вам и серую показывала из Resort. И я купила еще две очень интересные сумочки в магазине Parfois. А раньше я носила только все сумки от бренда Michael Kurs. И все. Ну, как видите, можно вообще за копейки приобрести очень-очень модненькую, трендовую вещь на сезончик. Порадовать себя. А тем более свой бюджет. Еще хотела сказать, что у пиджака достаточно красивые борта. Это двубортный пиджак. А у сумочки одно общее отделение. И это очень удобно. Вы не будете искать 300 своих помад в разных карманчиках. Я, честно говоря, люблю сумки с одним отделением. Поэтому мне кажется, супер классные находки на селе. А я пойду искать еще что-нибудь для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Так, я тут присела на кофе. Если честно, у меня сегодня очень болит голова. Я очень плохо себя чувствую. Минутка красоты. Я вот показывала вам сыворотку для ресниц от Etude House. И я как-то забросила ее. И не пользовалась, наверное, недели-две. И вы знаете, я вижу очень серьезную разницу в использовании и без. У меня сразу же начали отламываться, вот как раньше, реснички. Появились коротенькие. Поэтому можно сделать вывод, что сыворотка для ресниц от Etude House бомбезная. Она действительно делает ресницы очень длинными. И если вот у вас такая же проблема, как у меня, нет природного изгиба, обращайтесь к щипцам от Миша. Они обалденно подкручивают и достаточно бюджетные. И в паре с сывороткой от Etude House корейского производства у вас будут невероятные ресницы. Поэтому хотела этим поделиться, потому что действительно понимаю, что это не просто какая-то там бесполезная сыворотка, а очень-очень крутая находка. Я еще хочу забежать в H&M. Если мне удастся, конечно, потому что людей, как вы видите, уже очень-очень много. Но я постараюсь посмотреть, что еще есть на скидках там. И еще же хочу вернуться в Sensei и посмотреть еще что-нибудь для Тимошика. Потому что почему-то взяла только одни брюки. Кстати, очень симпатичное такое место. Называется Fashion Cake. И здесь очень хороший кофе. Поэтому если и брать что-то в лавине, то здесь достаточно неплохо. Вот так вот называется. Так, я уже в Заре. В H&M мне, как всегда, ничего не понравилось. И здесь я нашла очень красивое платье в распродаже. 799 гривен. Это полиуретан. Но расцветка просто невероятная. Это такое черное платье с бежевыми цветами, с бежевым цветочным принтом. Хороший вырез. Здесь она так немножечко просвечивает. Очень-очень мне понравилось. И две вещи из новой коллекции. Это очень крутая рубаха с животными. Цена у нее 999 гривен. Давайте посмотрим, что это за материал. Итак, это полиэстер. Но принт этот мне очень сильно нравится. И к такой рубахе я выбрала очень интересную тоже юбку на запах. Из кожзама. Это юбка плиссе. И она тоже из новой коллекции Зара. И взяла примерить еще вот такие вот тапки. Цена 600 гривен. Они тоже из распродажи. Это полиуретан. Но достаточно интересно сделан нос. И я такие вещи на низком очень люблю весной. Поэтому давайте скорее же все примерять. Вы знаете, это платье очень-очень проблемным оказалось, честно говоря. Во-первых, пуговицы на рукавах застегнуть просто невозможно. Для моей руки рукав хорошей длины. Но если вы немного повыше, то есть выше, чем метр шестьдесят четыре, то вам эти рукава будут просто-напросто короткие. И я вам скажу, что мне очень сильно нравится эта расцветка, но не с такой вот обувью. Я бы предпочла все-таки сюда одеть или какие-то лодочки, если это такой классический вариант. А если для города, то просто белые кеды или какие-то грубые ботинки. Классная расцветка. Но вот вы знаете, она висит на распродаже, потому что она, наверное, ни на кого не садится. Рукав короткий, вырез очень глубокий. На меня она даже немного широковато. То есть XS такой, ну, не совсем уж и XS, честно говоря. Но очень жаль, потому что расцветка мне очень-очень приглянулась. Продолжение следует... Ну, как всегда, то, что нравится мне, естественно, на меня просто огромная рубаха еще подошла по размеру, а юбка, ну, очень сильно большая, хотя мне настолько нравилась вот эта ее асимметрия. Вообще, этот комплект, конечно, бомбический. Я бы с удовольствием все это забрала, если бы оно не было на меня таким большим. И эта ткань будет парить, я вам говорю сразу, девчонки. Это полиэстер, причем такой плотный полиэстер. То есть весной вам будет жарко. Крой, конечно, очень красивый. Заниженная линия плеча. Обалденнейший принт. И с этой юбкой мне, конечно, все это очень сильно нравится. Мне жаль, что мне это не подойдет. Но, возможно, подойдет кому-нибудь из вас. Или, возможно, я вдохновлю вас на покупку каких-то подобных вещей. Или на комбинацию тех, которые уже у вас имеются. И я знаю, что многие говорят о том, что юбки плесе уже надоели. Сколько можно их носить. Но для меня лично это вечная классика. И я обязательно надеюсь, что я найду свою весеннюю юбку плесе. Ну, а пока что пусть этот комплект вдохновит вас на какой-то лучок. Ну что ж, вот таким вот был мой сегодняшний шопинг. Надеюсь, вам понравилось. Если да, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Я ухожу из Зары ни с чем. Но, тем не менее, я не прощаюсь с вами. Ведь мы с вами обязательно встретимся в новых примерочных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok